Но когда он познакомился с Женей Юрейном сначала, а потом с Найманом Гобышем, я служил в армии. То есть я с ним познакомился уже не в самом... То есть он уже был не первой молодости. Уже слава к нему пришла. Когда я вернулся в Ленинград в 62-м году, еще расхаживал в своей голубой парадной шинели военного врача. Встречаю я на Невском Илью Шовербаха. Он уже в это время, да, он приехал уже и вернулся уже из своей врачебной ссылки, я так называю, на севере Ленинградской области. И вернулся уже, становился режиссером, профессионализировался. И вот, ну, обнялись, конечно, он очень действительно мне как брат был. Я говорю, ты знаешь, говорит, у нас в Ленинграде появился гениальный поэт. Я говорю, кто? Иосиф Бродский. Ты хочешь с ним познакомиться? Я говорю, с удовольствием. Но если он хочет тоже, пожалуйста, ты мой адрес знаешь. Телефона у меня не было. Тогда, в то время, мы жили в рабочем районе, и телефон, это была роскошь. Моя мама работала на заводе, экономистом. Никаких заслуг у меня не было. Поэтому телефона у нас не было. И мы обычно все назначают друг другу свидание открытками. Напишем, а там через два дня встречаемся там-то-там, если неохота было ехать. Поэтому я, честно говоря, не придал никакого значения. Я говорю, что вот, пожалуйста, с удовольствием. Ровно через день, а может быть, да, через день, была жуткая погода. Вот середина апреля я вернулся из армии как раз. Жуткая. Снег с дождем, такая, вы знаете, в Ленинграде бывает. Весной иногда. Я жил в коммунальной квартире. Заглядывает ко мне соседка. К тебе вот там, кто это с велосипедом? Я выхожу, я не представляю, кто ко мне может с велосипедом приедет. Была какая-то надежда, что какая-то молодая девушка влюбилась и ждала меня все это время. Вот приехал на велосипеде. Открываю дверь, стоит молодой рыжий парень. В куртке в такой брезентовой. И велосипед. Ну, велосипед мы завели на кухню. Я, Владимир, я, Иосиф Бродский, мне дал ваш адрес Илья Мирбак. Можно зайти. Хотел познакомиться. Дошел. Ну, мы... У меня была бутылочка Мадера. Я затопил печку, мы сели. Он говорит, Я знаю ваши стихи. Они действительно ходили в Ленинграде, так, лирически. Вы, говорит, много пишете о любви. Это меня очень привлекает. Я очень люблю Есенина. Между прочим, он сразу сказал. Да. Ну, мы начали с ним читать друг другу. У него, конечно, были замечательные стихи. Уже в то время он одержимый был. Я бы сказал, поэт должен был одержимый. Он был в высшей степени поэт. Для него, кроме стихов, ничего не существовало. Простите. Вот. Ну, и так мы подружились. И уже через неделю садиться, гулять. Через неделю уже мы с ним вместе выступали в университете и так далее, и так далее. Ну, много было встреч и там, и здесь. Но в тот период был особенно, как-то мы близки были. И вот один раз, еще раз было чтение. Мне кажется, вот впервые я не буду рассказывать всю историю на сегодня. Это невозможно. вот это какую-то трещину между нами провело. Это мы выступали в Институте народов Азии на набережной Невы. Организовал вечер вахтин, горе вахтин. И на фигуре европейского университета но сейчас уже нет. Нет, вахтин. Сын Веры Пановой. Это сын Веры Пановой. Это другой. Это Айдавид Итар. Он номер сожили. Умер давно. Давно. Это другой. Вахтин. Вахтин. Не вахтин. Вахтин тоже. Вахтин тоже. Он родился. Организовал вечер. В этом вечере участвовали как раз вся наша группа Найман, Лобышев, Рейнонер, я и Бродский И условие вечера такое было, что публика решает, кому оставаться Вот, предположим, каждый из нас прочел постепорение И говорят, Бродский, все аплодируют, значит он остается На следующей экране, скажем, Лобышева, никто не оплатил В общем, получилось так, Найман упал со сцены То есть нечаянно упал и вышел из игры просто, как говорится, мне и жалко было его Ну и в душе, я думаю, конкурент ходил и крутил Остались мы с Бродским Это был случай уникальный Я даже не знаю, как это оценить В общем, я прочту стихотворение, он простет Публику не может никак выбрать В результате решили, что мы оставим всего И вот этот вот случай, ему всю жизнь он не любил о нем вспоминать Ну, он и был первым На самом деле, тут нечего говорить Естественно, я бы отдал ему эту победу Если бы знал, что это Оказывается, он таких вещей не переносил Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok